Много лет Дом культуры был заброшенным. К главе города обратились местные жители с просьбой вернуть его район. Мэр тут же поручил приступить к работам и не только по ремонту здания, но и оснащению. Капитальный ремонт здания начался в марте этого года и длился около шести месяцев. За это время были полностью изменены не только внешний, но и внутренний облик Дома культуры. Обновленный центр получил название «Истоки» как символ сохранения обычаев, традиций, обрядов, языков различных народов. Мы хотим, чтобы вот эти стены, чтобы они дали возможность новым ребятам, которые не задействованы, да, но хотели бы найти увлечение, чтобы они все пришли. Так, потому что мы знаем, что в КСМ были многие годы провалы в этом деле, не хватало помещений, не было тех же самых кружков. Думаю, что пройдет еще месяца три, и мы увидим здесь исключительно новые коллективы тех деток, которые живут непосредственно на КСМ. Сейчас Центр национальных культур полностью оборудован. В нем работают различные секции. Дети учатся рисованию, игре на духовых инструментах, разучивают национальные танцы и песни. Работает и дискуссионный молодежный клуб. Набор детей в творческие кружки продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова